Добрый день, уважаемые родители. Продолжаем разговор о гельминтах. Я надеюсь, что тема затронула заживое многих мам. И вы с удовольствием, вернее с вниманием, с вниманием слушайте наше продолжение. Сегодня я буду говорить вам о глистах, которые встречаются, как правило, довольно редко. И поэтому о них как бы не очень думают или не думают в первую очередь. А зря на самом деле, потому что для довольно обширных регионов, откуда к нам обращаются родители, такое заражение возможно. Итак, идем дальше. Следующие виды глистов, соответственно, вызывающие заболевание, которое называется аписторхоз. Специально говорю по слогам, чтобы вы услышали название. Аписторхоз, заболевание, вызываемое паразитом, которое называется кошачья двуустка. Это такой глист длиной примерно сантиметр. И паразитирует он довольно в интересных местах, а именно в желчных протоках, в желчном пузыре и в протоках поджелудочной железы. И вот довольно редко для глистов паразитирование в этих местах, тем опаснее, тем неприятнее заболевания, которые они вызывают. Значит, заражается организм человека при попадании личинок. Вот это, причем болеют аписторхозом не только люди, но и животные. И, соответственно, скалам животных в почву попадают яйца этих гельминтов, потом личинки, и потом они выходят в воду через проточные водоемы, через дожди, которые смывают почву водоемы. Туда попадают личинки, и эти личинки очень активно в воде поедаются рыбами. Поэтому кошачьей двуусткой или аписторхозом человек заражается, поедая плохо обработанную рыбу. Вот здесь очень важно это усвоить. Почему? Потому что они гибнут, вот эти гельминты, при жарке, при варке, то есть при тепловой обработке. И вот любители поедания сырой рыбы, видя там солонина, строганина и так далее, и так далее, должны быть очень осторожны. В данном случае мы говорим о речной рыбе чаще всего. Поэтому особенно любят эти личинки поедать рыбы карповые, карп и прочие подобные рыбы. Поэтому даже в искусственных водоемах, где разводят карпов, которые, казалось бы, чистенькие и все, все равно не можете обезопасить от попадания кошачьей двуустки, потому что дожди смывают почву в эти же водоемы, и дезинфицировать их практически невозможно. Поэтому гораздо проще обработать рыбу и ни в коем случае не давать детям рыбу сырую. Значит, глисты эти кошачьи двуустки оказывают на организм человека воспалительные действия, токсическое и аллергическое. То есть продукты жизнедеятельности этого глиста очень токсичны для человека. И буквально через 2-3 недели после заражения появляется лихорадка, то есть повышение температуры, появляются мышечные боли, боли в суставах, высыпание на коже, увеличение печени и лимфатических узлов. И в анализах крови резкое увеличение денофилов. Это показатель, я уже говорил, аллергизации организма. Соответственно, очень часто, особенно если не начать лечение быстро, очень часто эпистрахоз становится хроническим заболеванием. И прежде всего поражается в этом случае печень, желчные протоки и поджелудочная железа. Вот, соответственно, клиническим проявлениям. Соответственно, основным методом или основным способом профилактики это, как я уже сказал, очень качественная кулинарная обработка или кулинарное приготовление, особенно речной рыбы. Морской тоже может быть, но редко, потому что соленая вода, она на кошачью двуустку действует плохо. Следующее заболевание вызывается тоже двуусткой, но уже печеночной. Это другой глист. И заболевание, которое он вызывает, называется фасциолез. Я понимаю, что многие названия даже не слышали, но не факт, что ваш ребенок этим не болеет. Все зависит от того, какой образ жизни, какую диету и как вы следите за ребенком. Поэтому, как говорится, все может быть. Еще раз говорю, что есть регионы, где, скажем, сырая рыба достаточно обычный продукт питания, особенно когда ее засаливают. Считается, что там витамины сохраняются, лучше какие-то микроэлементы и так далее. На самом деле, ничего подобного. Будьте осторожны. Еще раз я вас к этому призываю. Итак, печеночная двуустка паразитирует, как видно даже по названию, в желчных протоках, в желчном пузыре. Иногда она может подниматься и в легкие человека, создавая проблему. Яйца из желчного пузыря попадают в кишечник, затем во внешнюю среду через каловые массы и попадают в воду. В воде выходят личинки, которые в конечном итоге сохраняются в цистах. И эти цисты, ну, для тех, кто не знает, цисты – это такие мешочки, закрытые оболочкой, где внутри созревает живой организм, живой глист. И вот когда он попадает при употреблении воды из водоемов загрязненных, непроточных в основном водоемов, вот, животные, в животные попадают через растения, которые они поедают около водоемов, а человек заражается при употреблении воды из этих водоемов и при употреблении плохо обработанного мяса, а именно мяса крупного рогатого скота, а именно коровы, козы, овцы, и так далее. Значит, где-то до двух месяцев острый период возникает после заражения, слабость, температура, головные боли, довольно часто возникает, зуд на коже аллергического плана такой чешется, который, вот, непонятно, сыпи нету, а чешется. Боли в области печени, это правое подреберье, ну и, соответственно, в анализе крови увеличение соя довольно приличное, и, опять же, наличие эзенофилов. Вы обратили внимание, наверное, что при всех глистных инвазиях, при всех заражениях глистами в анализах крови увеличиваются эзенофилы, то есть показатели аллергизации. Поэтому, если вы делаете ребенку анализ крови, и там вот этот элемент присутствует, значит, обратите внимание, очень большая вероятность, что ребенка какой-то из видов гельминтоза. То есть, проще говоря, у него глисты, скорее всего. Соответственно, нужно применять определенные способы лечения. О способах лечения мы поговорим на отдельном семинаре, потому что тогда мы соберем вот это вот все наши знания в одну кучу, и вы подготовите и запишите рецепты, в том числе и народные, для лечения и профилактики глистных инфекций. Следующий возбудитель, который вызывает глистами, это так называемые два похожих глиста, вызывает заболевание тениоз и тениархиноз. Тениархиноз. тениархиноз вызывается глистом, который называется бычьей цепень, а тениоз называется глистом, который называется свиной цепень. Они достаточно похожи, паразитируют в тонком кишечнике человека, и промежуточный хозяин их это крупный рогатый скот. чаще всего вот это у бычьего цепня, а у свиного цепня это свиньи. Животные заражаются, поедают траву, зараженную фекалиями, больного человека чаще всего. и в кишечнике животного уже цикл заканчивается и выходят живые зародыши, живые организмы глистов, и при употреблении мяса зараженного, плохо обработанного, плохо пожаренного, человек заражается. причем вот интересно скажете, что вот там когда что значит плохо обрабатанно, ну вот это любители там сырых свиных или говяжьих биштексов с кровью, например, да, вот, или мясо там с кровью чуть-чуть прихваченное, жаркое, а внутри оно вроде как, да, такое вот аппетитное. На самом деле в этом аппетитном мясе, плохо прожаренном, довольно часто встречаются свиной и бычьей цепень. Вот, поэтому даже если вы ребенка такими вещами не кормите, а любите сами такое дело покушать, то вероятность заражения вас большая, а через вас очень легко и очень быстренько это дело перейдет вашему ребенку. Поэтому следите сами и за своей диетой. Оба заболевания и тениоз и тениархеноз очень похожи по клинике. Это прежде всего нарушение кала, понос, рвота, тошнота, изжога, боли в животе, вот, иногда головная боль, которая может быть и заканчиваться даже судорожными состояниями. Ну, вот, о следующих глистах, их еще достаточно много, мы поговорим с вами на следующей нашей встрече, а пока будьте здоровы, тщательно обрабатывайте пищу, приятного вам аппетита и до новых волнующих встреч.